МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Елена Воротягина. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Все внимание на Украину. Благотворительный марафон в поддержку беженцев набирает обороты. От сумы до от тюрьмы. Силовики Ноябрьска продолжают борьбу с наркокурьерами. Одни уже пойманы, за другими идет охота. Нетронутые цивилизации места, бюджетные путешествия и ощущение полной свободы. О нестандартных путешественниках специальный репортаж выпуска. Начну с другого. Ситуации с лесными пожарами на Ямале под контролем. Пока огонь бушует исключительно в лесных массивах Красноселькубского района. Еще утром здесь было зарегистрировано 8 лесных пожаров. Один из них потушен полностью, остальные локализованы. Общей сложности пламя охватило больше 200 гектаров леса. Как сообщает пресс-служба окружного управления МЧС, поводов для паники нет. Никакой угрозы населенным пунктам стихия не несет. А между тем, напомню, на территории Ямала введено временное ограничение на пребывание в лесах. Действовать такой запрет будет до 25 июля. Соответствующий документ подписан департаментом природно-ресурсного регулирования лесных отношений округа. Обо всех случаях возгорания в лесу можно сообщить по единому номеру прямой линии лесной охраны Ямала. 8 800 194 00. Насколько службы Ноябрьска готовы к пожароопасному сезону? Хватает ли техники и людей на случай чрезвычайных ситуаций? Новостям нашего города рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности по Ноябрьску Сергей Копылов. Актуальное интервью в эфир выходит сразу после новостей. Представители администрации Ноябрьска, работники миграционной службы и общественники встретились с гражданами Украины, приехавшими в наш город, спасаясь от войны. На встрече обсуждались вопросы, связанные с оформлением документов, прохождением медицинских осмотров, а также устройством детей в сады и школы. Главная проблема в том, что на севере не предусмотрено никакой финансовой помощи для иностранцев из Украины, в отличие, например, от Ростовской области, где выделен специальный бюджет. Поэтому в Ноябрьске инициативу в свои руки взяли неравнодушные. В миграционной службе выделен специальный кабинет для приема украинцев. В нотариальной конторе заметно сокращены сроки оформления документов. Детям же иностранцев обеспечат места в учебных учреждениях. В обществе многодетных матерей оказывают материальную помощь. По вопросу обращения к нам непосредственно с Луганской и Донецкой области обратилось более 90 человек. Это только к нам по вопросам консультации. По вопросам дополнительной квоты, то есть уже на сдачу документов, пока обратилось 8 человек. То есть дается время на то, что они подумали, для чего они все-таки приехали в город. На время военных действий, то есть временно, либо остаться на постоянное жительство. Но, как правило, все приезжают сюда на постоянное жительство. Городские банки готовы открыть специальные счета для беженцев из Украины. Об этом их представители заявили на встрече с главой администрации Жанной Белотской. Здесь же был выработан механизм оказания финансовой помощи приезжим из Украины. Всю подробную информацию можно узнать в самих банковских учреждениях. К слову, Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, насколько россияне интересуются происходящим на Украине. Результаты опроса гласят, что непрерывно за происходящим там следит лишь 30% респондентов. Почти половина опрошенных, 47%, делают это периодически. Совершенно не интересуются события в соседней стране 22% россиян. Еще процент ответить затруднился. Поиск наркозбытчиков продолжается. Речь идет о группе лиц, которые привезли в Ноябрьск 6 килограммов гашиша. По словам оперативников, зацепки в этом деле есть, а значит и подозреваемые будут задержаны. Напомню, крупную партию наркотического вещества сотрудники госнаркоконтроля изъяли на прошлой неделе. Свердки гашиша были найдены сразу в нескольких точках. Данное наркотическое средство было приготовлено фигурантами группой лиц к дальнейшему сбыту на территории города Ноябрьска и хранилось в лесных массивах. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Некоторые лица установлены. По другим лицам ведется работа по их установлению. Еще один представитель наркосреды уже за решеткой. 28-летний житель города по обвинению в незаконном обороте наркотиков перед судом предстает не впервые. Собственно, освободился за подобное преступление он только прошлым летом. Однако сойти с преступной дорожки не смог. Не остановили ни семья, ни желание избавиться от наркозависимости. Как результат, три года колонии особого режима. Получается, это уже вторая судимость подряд за совершение преступления в среде незаконного оборота наркотиков. Подсудимый на протяжении всего процесса уговаривал суд, чтобы ему назначили, осрочили отбывание наказания и просил его вылечить, то есть направить в медицинское учреждение для того, чтобы пройти курс реабилитации от болезни наркомании. Судом ему было отказано. Отказано было обосновано, поскольку отсрочка от отбывания наказания согласно статье 82 прим. 1 предоставляется в том случае, если лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности за совершение подобного преступления. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте России. Его провел председатель правительства Дмитрий Медведев. На заседании обсудили концепцию государственной семейной политики до 2025 года, а также вопрос занятости женщин, которые имеют несовершеннолетних детей. Дмитрий Медведев отметил, любая экономика работает не только за счет экономических драйверов и не только на статистические показатели, а измеряется успешностью и благополучием семей. В современном мире, когда и роль семьи несколько видоизменяется, каждый человек определяет для себя сам, как ему жить, каких целей добиваться, в том числе и в семье. Концепция, которую мы сегодня рассматриваем, отражает две составляющие семейной политики. С одной стороны, это развитие экономической самостоятельности, а с другой стороны, это государственная поддержка тех, кто не может без этой государственной поддержки обойтись, сказал премьер-министр. КОНЕЦ